Святым говори каждому сердцу, разъясняй нам Слово Твое, Господи, беседуй с каждым. Ты знаешь, Господи, Ты имеешь ключ к каждому сердцу, Господь. Благослови пение, молитвы народа, да будет имя Твое прославлено в этом вечере, в этот час молитвы. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Мы споем пятый номер. О, Спаситель, благодать, на благую весь излей, дай нам все слова понять, все слова любви Твоей. О, Спаситель, благодать, на благую весь излей, дай нам все слова понять, все слова любви Твоей. О, Спаситель, благодать, на благодать, все слова любви Твоей. Ты открой всем нам сердца, и Твои слова пасе. Пусть на них падет, пусть на них падет роса, милости любви Твоей. Пусть на благодать, на благодать, все слова любви Твоей. Пусть 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 на благодать, все слова любви Твоей. Интересно, я думаю, что если бы я спросил, то любой из вас, наверное, хотя бы одну притчу Иисуса Христа, ну, наверное, знает или слышал. Вообще, притча Иисуса Христа, это достаточно распространенное учение. То есть, если посмотреть на все учения Иисуса Христа, примерно треть учения Иисуса Христа составляет притчи. То есть, Он учил через притчи, Он учил в притчах. И очень важно нам понимать или знать эти притчи, или видеть, что Иисус Христос говорит. Притчи Иисуса Христа, это простые запоминающиеся истории, они были призваны передать определенную мысль. Это своего рода как иллюстрация. Иисус использовал очень часто привычные на тот момент для того времени события, сравнения, примеры. И Он хотел передать определенную мысль вот именно через это. Знаете, это не только Иисус в то время пользовался притчами. Если почитать раввинов и некоторые книги, которые сохранились до сих пор, некоторые раввины тоже пользовались притчами. То есть, учение через притчи было популярно в то время, и этим пользовались и другие люди. Но то, что делает Иисус, или то, как говорит Иисус, конечно же, для нас представляет большую ценность, наибольшую ценность, потому что мы в этом видим не только, может быть, какую-то, ну, знаете, замысловатую присказку, но для нас это слово жизни. И когда мы понимаем, что Иисус хотел какой-то духовный принцип передать через определенную притчу, для нас это очень важно. Итак, притча – это словесная картина или образ. Хочу сказать, что не всегда в Писании притча, ну, к примеру, когда некоторые притчи начинаются, то есть вот такое, как бы, предисловие, сам Евангелист передает и говорит, например, «сказал им следующую притчу». А в отношении некоторых притчей нет такого. Но есть иногда некоторые, как бы, такие подсказки, что, например, он говорит «Царствие Небесное подобно». И принято считать вот это подобие или уподобление тоже принято считать притчей. Иногда он говорит «как» или «подобно». И вот такие сравнения, житейские примеры – это тоже принято считать притчами. Мы будем к ним так вот именно подходить. Для того, чтобы понимать притчи Иисуса Христа или для правильного толкования, нужно несколько вещей сделать. Это я вот для вашего собственного изучения хочу сказать. Есть некоторые притчи, которые имеют объяснение, которое лежит на поверхности. Легкое, простое. Есть притчи, которые более глубокое имеют понимание или несколько нужно чуть-чуть подумать, как это применить или как это понять. Когда вы читаете притчу, очень важно обратить внимание на контекст. Иногда, если вы без контекста читаете притчу, вы ее не поймете, почему Христос сказал ее так. Или что хотел этим сказать Христос. Вроде бы понимаешь притчу, понимаешь историю того, что Христос передает, но без контекста, что он сказал перед этим и после этого, можно упустить истинное значение того, что хотел сказать Христос. Еще хочу сказать. Когда читаете притчи, не заостряйте внимание на мелочах. Потому что можно дотолковаться, когда на любую мелочь обращаешь внимание. Иисус Христос, передавая притчи, хотел показать часто главную мысль. А люди иногда спорят. Ну, например, притчи о милосердном самарянине. Люди начинают утверждать, что вот это означает то, это то, это то. И за этим толкованием упускают главного. А главное, Иисус Христос хотел сказать, что ты должен искать ближнего, которому ты должен оказать помощь. Не спрашивай тебя, кто мой ближний и где он находится. А ты сам должен проявлять инициативу, как это сделал милосердный самарянин. Итак, друзья, некоторые притчи тоже повторяются не в одном Евангелии только, а в нескольких Евангелиях. Кстати, кто знает, в каком Евангелии нет вообще притчи? Евангелие от Иоанна. Нет вообще ни одной притчи не записано. Это у Матфея, у Марка, у Луки есть притчи. И когда мы будем изучать эти притчи, когда вы встречаетесь с какой-то притчей, посмотрите. Есть ли она у других евангелистов? Если есть, прочитайте и в одном тексте, и в другом. И если есть еще в третьем Евангелии, прочитайте и в третьем Евангелии для того, чтобы было понятно. Мы разделили все притчи Иисуса Христа на 9 секций или на 9 блоков. Притчи о Божьем прощении, цена следования за Иисусом, о исполнении воли Божьей, о истинных ценностях, уроке житейской мудрости, практические качества ученика Иисуса, притчи о Царстве Божьем, притчи о фарисеях, притчи о Втором Пришествии. И братья будут говорить вот так, вот в таком порядке. Мы сегодня начнем с притчей о Божьем прощении, как Бог прощает. Итак, пожалуйста, сейчас первая проповедь. Мир вам, дорогая церковь. Вместе с вами давайте откроем вместе Евангелие от Луки, 15 глава. И мы начнем с первого стиха и прочитаем по седьмой стих. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас имеет сто овец, потеряв одну из них, не оставит девяносто девять в пустыне и не пойдет за пропавшие, пока не найдет ее? Анашет возьмет ее на плеча свои с радостью и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им. Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Начинается и последующие две притчи и эта притча. Начинается из того, что фарисеи, так сказать, самые верхи того общества, начинают роптать, что Иисус Христос, праведник такой, вроде говорит такие высокие слова, а общается с такими низкими людьми, он даже ест с ними, он общается с ними. Они роптали, они роптали то, что не может такого быть. Ихние правила были такие. Но Иисус через последующие три притчи раскрывает свою сущность. И в этой притче, первой притче, которую мы прочитали о заблудшей овце, Иисус показывает свою сущность. И я бы хотел вместе с вами затронуть некоторые моменты, потому что я уверен, что мы очень часто, очень много раз в нашу христианскую жизнь слушали, слушали вот эту притчу. Мы знаем то, что Иисус Христос наш пастырь. И когда мы слышим эту притчу, в нашей памяти всегда встает картина Иисус Христос и вокруг него клочок овец. И нас сразу встает в это в памяти картина. И вместе с вами я хотел бы заметить некоторые моменты. Иисус Христос, Он пришел в этот мир, чтобы найти своих овец. Здесь говорится, что Он оставляет своих сто овец и ищет одну пропавшую. Фарисеи думали, что если Иисус Христос праведный, Он пришел только искать их, тех праведников. Он пришел только к праведникам общаться с теми, которые действительно являются праведниками, которые достойны Его общаться. Но Иисус Христос открывает свою сущность. То, что Он пришел ради одной той, которая отпала, которая потерялась, которая ушла от основного стада. Если мы посмотрим на этот пример, Иисус обращался к израильскому народу. Все мы знаем, что в свое время жертвы не могли смыть грехов, жертвы, которые были приносимы, не могли приблизить их ко Христу. И поэтому Иисус Христос пришел для каждого из них прийти спастись. Но особенно пришел спасти тех, которые действительно отошли от Него. Дальше мы читаем такое, что Иисус Христос радуется о больше одной потерянной, найденной овце, нежели о девяносто девяти прадниках, которые не нуждаются в никакой помощи, которая находится там. И эта радость намного велика об одной этой потерянной овце, нежели об этих девяносто девяти прадниках. Не то, что Иисус Христос не радуется, но радость, когда нашед Он эту овцу, Он радуется о ней очень сильно. Давайте представим, мы выиграли лото на сто миллионов. Какая была бы у нас радость? Ну, это радость, которая на небесах, это радость, которой радуются ангелы, которой радуемся мы, христиане. Она намного больше, намного больше той радости, если бы даже, что бы мы не получили бы в этом мире. Она намного больше, и она не могла бы превзойти это. Потому что для Иисуса Христа самое дорогое является вот это потерянное овца, это потерянное сердце. И неважно, какое оно истрадавшее, какое, может быть, оно потеряно, но оно является все равно самым главным, для чего Он пришел в этот мир. Я с вами также хотел бы заметить то, что, представьте себе, овца потерялась в пустыне, без воды, сама, где находятся хищники разные. Иисус Христос находит эту овцу. Он берет ее на свои плечи. Овца не должна ничего делать. Он берет ее и несет к своему стаду. Однажды нас Иисус Христос нашел. Он проделал этот путь на Колговский крест. Он принес нас к Богу Отцу. И мы имеем вот это общение с Ним. Он сделал уже всю работу. Он действительно добрый пастырь. Он очень добрый пастырь, который действительно хочет, чтобы мы находились всегда в мире с Богом. Как я сказал, эта радость на небесах очень великая. И это можно было такое обращение сказать, что, обращаясь через эту пищу к фарисеям и книжникам, он говорит, может быть, спрашивает, какая их радость, когда находится пропавшая овца, или когда один из малых народа приходит ко Христу, приносит жертву, который просит прощения. Какая у них радость. Для людей, о которых он говорил, этот пример очень близкий к их сердцу был, потому что это ремесло было близко к ним. Они знали. И для каждого из них, которые находились там, Иисус Христос также, может быть, задавал вопрос, какими они являлись пастырями. Действительно, может быть, они думали, что забуду я про ту одну овцу, чтобы не потерять 99. Чтобы не потерять 99, забуду я про ту одну. И Христос, когда говорил эту притчу, наверное, каждый из них спрашивал, каким пастырем я являюсь. Являюсь ли я хорошим пастырем или плохим. Для нас сегодня такой вопрос. Читая эту Библию, мы понимаем, что Священное Писание, оно сказано для нас. И читая эти слова, я задаю для себя вопрос. Не являюсь ли я этим фарисеем? Не являюсь ли я этим фарисеем? И когда приходит кто-то ко Христу, не осуждаю ли я? Радуюсь ли я с небом, радуюсь ли я с небесами, и со всей церковью, когда кто-то пришел, чтобы попросить прощения у Бога? Или у меня сразу мысли в голове, а он сделал, наверное, то, его Бог накажет, он недостоин, он все равно упадет, он все равно это сделает. Не задаю я ли таких мыслей, вопросов у себя в сердце, когда я вижу, когда пропавшая овца находится? Или радуюсь я вместе с небесами или с церковью? Задаюсь ли я вопросом, являюсь ли я этой овцой? Здесь эта овца, она была вместе со стадом, она была под пастыреводством самого пастыря, но она потерялась. Потерялись ли мы, и, может быть, этого не замечаем, что мы, может быть, идем отдельно от всего стада, что мы сами по себе идем, не оставили мы ли церковь, не оставили мы Иисуса Христа, и сами по себе просто идем. И как далеко мы можем зайти, находясь в этом мире, находясь в этом мире, где зло, разврат, где сатана бушует, «Сможем ли мы сами устоять?» Но всегда, какие бы ни были ответы на эти вопросы, но Иисус Христос пришел, чтобы… Он говорит, «Я пришел взыскать и спасти погибшие». «Я пришел взыскать и спасти погибшие». И как бы мы не отвечали на эти вопросы, Иисус всегда постоянно, Он всегда с нами, Он всегда готов нас принять, Он всегда готов пройти вот этот путь, принести нас на спине, принести к ногам Бога, чтобы мы находились с Ним в мире. Давайте поблагодарим за то, что Иисус является нашим пастырем. Аминь. Благодарим за Бога. Господи наш благодарит, и за Тим и благодать, которая здесь прошла, и за Тим годом, и за Тим, и за Тим, и за Тим, и за Тим, и за Тим. Это слово, которое мы слышим, все заботливые пастыри, заботы стататы, умовшие, пропавшие, все, те, 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 кто находятся в церкви, и проявляют постоянные заботы, благодарит Тим, Аминь. 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 Господь, чтобы найти пропавшую овцу, Господь. И ты радуешься о том, что когда найдется овца, ты радуешься, Господь, а найденная овца больше, Господь, чем о 99 праведниках, Господь. Мы имеем тебя, Господь, и помоги нам всегда слушать твоего голоса, Господь, чтобы мы не могли отойти от тебя, Господь, и не стать этой заблудшей овцой, Господь. Мы нуждаемся в тебе, Господь, мы нуждаемся в твоем руководительстве, Господь. Помоги нам всегда слушать твоего голоса, Господь, помоги нам всегда внимать, Господь. Мы просим тебя, Господь, от тех, которые, Господь, отошли от тебя, Господь, или тех, которые еще блуждают в этом мире, Господь. Доруй им услышать твой дивный голос, Господь, чтобы они могли прийти к тебе, Господь, чтобы они могли быть найденными, Господь, и спасенными, Господь. Мы нуждаемся, мы нуждаемся в Тебе, Господь, мы нуждаемся в Твоем омытии крови, Господь, этих сердец, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас, Господь, чтобы мы всегда, Господь, смотрели, Господь, чтобы мы не были теми, которые осуждаются, Господь. Думаю, чтобы всегда смотрели, Господь, чтобы никто из окружающих нас, Господь, никто из наших братьев и сестер не отошел, Господь, чтобы мы не были теми плохими овцами, Господь, которые, наоборот, отгоняют от Тебя, Господь, но всегда искали, чтобы приближать и себя, и, Господь, и окружающих к Тебе, Господь, чтобы никто не был потерян, и, но чтобы вместе, Господь, мы могли войти в вечное царство, Господь. Мы просим Тебя, Господь, благослови нас в этом, Господь, чтобы мы всегда радовались о каждой найденной овце, Господь, чтобы мы никогда не осуждали, Господь, но чтобы мы больше радовались, Господь, что Ты находишь овец, Господь, что Ты еще спасаешь, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил, Господь, нашу церковь, Господь. Благослови и это общение, Господь. Пребывайте с нами. Благослови каждое слово, которое будет сказано, Господь, чтобы оно было сказано в силе и духе Твоем святом, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил каждое песнопение, каждую молитву, Господь. Услышь нас, а мы за все тебя благословим и славим наш любящий вечный Бог. Аминь. Братья и сестры, я не знаю, как вы, но как часто мы думаем о том, что встреча с нашим Иисусом, она состоится? И вообще, может быть, вопрос по-другому поставить. Когда мы думаем об этом? Тогда, когда нам хорошо или когда у нас, наверное, какие-то переживания, трудности? И когда у нас есть вопросы, с которыми мы сталкиваемся, мы задаем вопрос друг другу, и, может быть, часто задаем вопрос Богу, говорим, Господи, а как это? А почему вот так получается в жизни у нас, у людей? Поэтому мы хотели спеть эту песню, она говорит о том, что вот эта встреча со Христом, она когда-то произойдет. А встреча эта будет на облаках. И вот там такие слова приперии, что мы всегда, мы забудем всякую печаль, мы забудем страх, то, что мы с вами имели здесь на земле. Там на облаках и там в небесах у нас этого уже не будет. И слава Богу за это. Вот идет царь царей. Он идет за царей, за небесной своей, С высоты лучи царных небес, Чтобы взять от земли. Все, кто верит и ждет, За кого пострадал, Он и воскрес. И на белых облаках, В глазах мы вещали стран, Будем новую песню мы петь. Там, где грусти места нет, Где сияет вечный свет, Где на каждый вопрос найду я ответ. Он идет царь царей, Чтобы стало теплей, На земле, где морозы царят. Всякий жаждущий пить, Воду правды святой, Время в ногу идти, В руках не стой, И на белых облаках, Позабыв печаль и стран, Будем новую песню мы петь. Там, где грусти места нет, Где сияет вечный свет, Где на каждый вопрос найду я ответ. И на белых облаках, И на белых облаках, Позабыв печаль и стран, Будем новую песню мы петь. Там, где грусти места нет, Где сияет вечный свет, Где на каждый вопрос найду я ответ. Слава Богу. Слава Богу. Господи, Бог наш, Как величественное имя Твое, Небеса и земля Тебя славят, Поет бытие. Из уст младенца Ты устроил хвалу, Чтоб безмолвие было уделом врагу. Небеса велики, Дом галактики, звезд, Ты их чудно устроил над всем Твоя трость. Все творение Твое устроила мудрость Твоя, Чтобы славу воспела Тебе вся земля. Что же есть человек, Что Ты помнишь его, И в ночной тишине посещаешь сего? Что и Сын человеческий Бог для Тебя, Что владыкой поставил его Ты над всем, Что Твоя сотворила рука. Как величествен Ты, мой Господь, По всей земле, Все у ног моих Ты положил, Чем могу отплатить я Тебе? Что взамен принесу я Тебе, мой Отец, Я несчастен и ничь, Пред Тобой мой Творец. В этом мире блуждаю во мраке и тьме, Не зная, где будь мне найти в темноте, Пороки и грех стали ношей моей, Стали горьким итогом мной прожитых дней. Ты мне жизнь подарил, я отвергнул ее, В пустоту и печаль удалился, Забыв имя Твое. Мне услада мирская стала ближе, милей, Мне казалось, что жизнь без Тебя веселей. Но недолгим был миг наслаждений, страстей, Лишь обманы предательства стали ближе, родней. Гори, муки душевные, тучами небо закрыли Твое, И печаль поселилась на долгие дни, Забрав сердце мое. Все законы Твои мой Господь нарушал, Жизнь свою, как в игре, проиграл. Заблудился во тьме, и не зная пути, Я Тебя молял. О, Отец, поскорее прийди, Что есть я человек, что Ты слышишь меня, И приходишь извлечь из пучины греха. Как овца заблудился, но меня Ты искал, И из пропасти смертной меня Ты достал. Взял на плечи свои, и меня Ты понес, В дом, где радости свет, и нет печали и слез. Ты так нежно заботишься, любишь меня, Чем могу заплатить я сполна. Раны нежной рукою своей на мне излечил, Все печали и беды с Тобой я забыл, Ты устроил всем пир, не скрыв радость свою. Чем могу я ответить, Отец, Жизнь Тебе я свою отдаю. Ликованием ангельский хор славит имя Отца, Предтворцом в покаянии плачет душа. Небеса поют славу, радости их нет конца, Мир и радость наполнят земные сердца. Может быть, этот мир предложил Тебе много, мой друг, Богатство и славу, власть и друзей верных круг. Может, думаешь, сможешь добиться ты всего сам, Но поверь, все обманчиво, пепел и хлам. Кто есть Ты, человек, что Бог помнит Тебя, И, как любящий Папа, прощает родное дитя. Не отверги внимание Бога, Отца, человека, Отдай сердце Твое и будь счастлив во век. Аминь. Братья и сестры, мы будем продолжение петь 324 номер. Пастырь добрый ищет бедную отцу. Мы скажем слава Богу за эти слова, Которые мы слышали за пение, за стихотворение. Когда мы слушаем Отца нашего Небесного, Слушаем Его голос, Его дорогие слова, Мы задумываемся глубже, рассуждая, видим, Ну что, Небеса далеко, Бог далеко, Ну что, до каждой души Господу есть дело. Да, братья и сестры, Он сотворил Лично каждого, и копий Он не творит. Каждая душа, она есть личность, И она неповторима. Он не делает копию, что можно заменить человека. Он создал один раз человека, И Он знает об этой личности. Поэтому Он ищет каждую, Каждое сердце, каждую овцу. Наши молитвы. Свои молитвы. Свои молитвы. Свои молитвы. Он ищет белую разницу. Без Него погибнет, жалею Ему. Ищет Тебя, ищет Тебя, Жаждет Господь, спаси Тебя. Ищет Тебя, ищет Тебя, Жаждет Господь, спаси Тебя. Без Него погибнет, Без Него погибнет. Ищет Тебя, ищет Тебя, Жаждет Господь, спаси Тебя. Без Него погибнет, Без Него погибнет. Без Него погибнет, Без Него погибнет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это притча о Драхме Или какая женщина, имеющая десять Драхм, если потеряет одну Драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет И нашедший созовет подруг, соседок и скажет Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную Драхму Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся Это притча, которая показывает, насколько дорог человек для Бога И эта притча говорит нам о том, как Господь любит грешника И более всего, эта притча открывает нам и говорит о том, что Бог сделал для того, чтобы достигнуть грешника Не только достигнуть его, но я скажу даже и так, достигать Потому что Бог постоянно достигает И может быть мы думаем, что Бог достигает в основном только грешников, Он достигает всех Все мы нуждаемся во Христе И те, кто живет во грехах, те, кто его совсем не знает И те, кто знает Христа, и они нуждаются в том, чтобы Христос их достигал каждый день И когда мы читаем эту притчу, и как брат Виталий говорил уже, что мы должны читать притчи в контексте Чтобы понять лучшее, почему Христос это говорил и кому Он это говорил И вот когда мы читаем здесь 15 главу 1 стих, мы видим, что там написано Приближались к Нему все мытари и грешники, слушать Его Возникает вопрос, почему эти люди приближались ко Христу Почему именно эти люди искали, чтобы послушать Христа Мы знаем из Писания, что мытари и грешники Это люди, отделенные от общества В каком плане? Это люди, с которыми никто не хотел общаться И, к сожалению, эти люди, жившие во грехах Они не могли достигнуть Бога из-за своих грехов Они не могли сами достигнуть Бога И поэтому они не могли приблизиться к Богу И мы видим, что здесь почему-то эти люди, эта категория людей Она очень сильно искала Христа И они приходили Его послушать Причина всего лишь одна Их любил Христос Мы видим из этой притчи, и мы читаем из Евангелия Что именно любовь Божья, она так сильно привлекала человека к себе Когда мы читаем другие места И помним пример, когда Христос был в доме фарисея И пришла женщина, и плакала, и умаслила ноги миром И там написано, и Христос говорит Кто много любит, тому много прощается И из притчи этой видно, что эти грешники приходили ко Христу Потому что Он их любил Потому что эти люди чувствовали, что именно Он им может дать прощение Именно любовь Божья так сильно притягивает людей И мы читаем дальше, что фарисеи и книжники роптали Они роптали, потому что, ну прежде всего Еще хочу добавить, что эта притча была обращена не только к грешникам И мытарям и грешникам, она была обращена еще и к фарисеям Почему? Как я уже сказал, что Божья любовь привлекала этих людей И вот эти люди, духовные люди того времени, знавшие Бога Это, пожалуй, была именно их роль в том, чтобы привлечь людей к Богу Как? Они должны были любить этих людей Они должны были понять этих людей Они должны были явить им любовь Божью, которую Бог открывал к людям Именно это они не смогли явить И Христос говорит, и Господь говорит в Ветхом Завете И мы видим, Он говорит Я милости хочу, а не жертвы Он говорил это к людям, которые знали Бога Которые должны были привлечь людей, погибающих к Богу Являя им Божью любовь И Христос говорит здесь и показывает, что Этой любви как раз и не было Эта любовь, она не открылась внутри них Эти люди, знавшие Бога Они должны были бы познать эту любовь Познать и понять эту любовь И явить ее другим Потому что именно так мы можем привлечь грешников ко Христу И Писание говорит здесь И мы видим, что эти люди Они должны были бы являться дверью для людей к Богу Но, к сожалению, они являлись стеной для этих людей И эти люди не могли достичь Христа Что же сделал Господь для нас Для того, чтобы достигнуть нас Для того, чтобы достигнуть грешника, которого не было шанса И мы видим из Писания, что самое большое, что сделал Бог Он достиг грешника Сам Мы как бы читаем об этом в Евангелии И нам это понятно Но это не вмещалось в ум людей того времени Почему? Потому что и здесь написано, что они роптали Почему они роптали? Потому что была причина на этом Они знали Бога как Бога Святого Как Бога, которому невозможно приближаться во грехах Мы видим из Писания Ветхого Завета Что прежде чем человек должен прийти в присутствие Божье Он должен очиститься и осветиться Не мог человек грешный стоять в присутствии Божьем И им не приходило это на ум И не укладывалось Как это грешники и мытари могут стоять возле Христа Если он Сын Божий, если он святой, если он пророк Как грешные люди могут стоять со святым? Им это не укладывалось Потому что Ветхозаветное время И они знали, они будучи служителями Знали, что в храме, когда священник входил во святое святых Он должен был очищаться Люди, которые приходили в храм Они должны были сначала очищаться Они только тогда могли быть перед Богом Но как люди, мытари, грешники Как эта женщина, которая прикасалась ко Христу Могла это сделать И это было слишком большим недопониманием Почему? Потому что Христос пришел на землю, чтобы явить свою любовь И более того, когда мы читаем эту притчу о Драхме Здесь написано вот что И написано о женщине Не зажжет свечи и не станет мести комнату И искать тщательно, пока не найдет Это вопрос Не сделает ли она так? И в ответ напрашивается Да, она точно так сделает И люди задавали вопрос себе Почему Христос так делает? Потому что Христос любит грешника И самое главное большое, что сделал Христос Что сделал Бог в Иисусе Христе Это он спустился на землю и достиг грешника сам Никогда человек не мог подумать своим умом Чтобы Бог пришел к нему Здесь в этой притче есть один момент Здесь написано, что Не станет мести комнату И искать тщательно, пока не найдет Это значит, что Бог не теряет надежды Это значит, что Бог Это очень удивительно Почему? Потому что Мы думаем, что Когда мы, может быть, видим человека На которого нет ни надежды Ни невозможно Ну, нет надежды И порой бывает так, что Может быть, молишься за этого человека Может быть, говоришь ему И, может быть, приходит момент Когда человек говорит Нет, наверное, уже этот человек не спасется Или нет, этот человек грешный У него уже невозможно Он не придет к Богу Но что удивительно Что пишет Писание Что Бог прилагает усилия И никогда не теряет надежду О том, что грешник придет к нему Это очень удивительно Потому что Мы, люди Порой теряем надежду Мы теряем веру И мы думаем, что Бог, может быть, нас не примет Или, может быть, Бог не примет Того грешника Или, может быть, тот грешник Уже не может прийти к Богу Но Если сам Бог Не теряет надежду Когда он ищет грешника Можем ли мы терять надежду О том, что Бог может простить нас Можем ли мы терять надежду О том, что Где бы мы ни оказались Какими бы ни были Бог нас все равно примет И поэтому Эта притча показывает о том Насколько Бог сильно любит человека И показывает о том Как Бог прикладывает много усилий Чтобы достигнуть человека И когда мы читаем, что женщина Зажжет свечу и начнет искать драхму Интересно, что в то время Не было электричества И надо было пользоваться свечкой Плюс ко всему Полы в доме Они не были гладкими Как у нас сейчас полы гладкие На них, может быть, легко искать Можно зажечь свечу и искать И монета, может быть, начнет блестеть И ее увидим Но в то время были другие полы И всякая мелкая вещь Которая пропадала или падала Она могла застрять где-то между полами Поэтому написано, что она будет мести Поэтому говорится здесь Что она будет мести Это написано, пожалуй, в другом месте Да, мести эту комнату Здесь так и написано Мести Она будет мести до тех пор Пока она ее не найдет и не выметит И что интересно Что женщина не оставит эту монету До утра Наверное, утром будет легче искать Тогда будет свет Тогда будет солнце Тогда не надо будет свечку И, во-вторых, усилий надо меньше прикладывать И, может быть, можно и подождать Куда спешить Но что интересно Она в тот же момент Будет мести, мести и выметать Куда же она пропала Точно так же Бог Он не будет ждать Не будет ждать какое-то время Он не будет откладывать Он не будет Оставлять человека С которым он уже давно работает Или которого он хочет достигнуть Писание говорит Что он начнет это делать сразу И он делает это постоянно И Писание говорит Что Бог Он прикладывает Большие усилия Чтобы достигнуть человека Вот как много Делает Бог для того Чтобы спасти грешника Для того, чтобы спасти того На кого уже, может быть, нет надежды Или, может быть, мы, верующие люди Порой имеем трудности Устаем в жизни Духовно я имею в виду Может быть, падает вера Но хочу сказать, что Этот пример Когда Господь не теряет надежды Достигнуть человека Когда сам Бог Прикладывает усилия То, может быть, стоило бы нам Не терять веру Может быть, стоило бы нам Тоже прикладывать усилия Даже когда, может быть, кажется Что уже невозможно И Еще один момент О котором мы здесь читаем Еще одно Что я хотел бы прочитать Из этой притчи И здесь это хорошо описано В книге Царств Написано о том Как Бог ищет И Кого Бог ищет Мы видим Есть место в Писании Которое, как бы, хорошо описывает Что Бог делает Для того, чтобы достигнуть грешника Вторая книга Царств 14 глава 14 стих Мы умрем И будем, как вода Вылитая на землю Которую нельзя собрать Но Бог не желает Погубить душу И помышляет Как бы не отвергнуть От себя и отверженного Вот это, что значит Мытарь-грешник Это люди Отверженные В своем роде Это люди Которые Не имеют надежды И Библия говорит Что Но Бог не желает Погубить душу И помышляет Как бы не отвергнуть От себя отверженного Даже того Которого уже Может быть невозможно Достигнуть Бог все равно Пытается достигнуть И Писание говорит Мы умрем И будем, как вода Вылитая на землю Когда выливают воду На землю Она уходит в землю Ее невозможно Больше собрать Ее невозможно Даже вытащить Эта земля ушла Раз и навсегда Ее даже невозможно Ни вытащить Ни собрать Так, как она была Это значит, что Невозможно Ничего вернуть Когда человек Проживает Он умирает И ничего не вернешь Назад Ничего не исправишь И Господь Поэтому прикладывает Усилия Для того, чтобы Человек Который живет Еще на земле Чтобы он Нашел Жизнь вечную Чтобы он Нашел Христа Значит ли Что эти притчи Они относятся Только к людям грешным Людям, которые Очень далеки от Бога Книга Езекииль 33 глава 11-12 стих Скажи им Живу я, говорит Господь Бог Не хочу смерти грешника Но чтобы грешник Обратился от пути своего И жив был Обратитесь Обратитесь От лых путей ваших Для чего умирать вам Дом Израилев И ты, сын человеческий Скажи Сынам народа твоего Праведность Праведника Не спасет В день преступления его И беззаконник За беззаконие свое Не падет В день обращения От беззакония своего Равно как и праведник В день согрешения своего Не может остаться в живых За свою праведность Здесь Писание Открывает нам Что мы Верующие люди Мы знающие Бога Нуждаемся во Христе Так же много Как нуждаются в нем Грешники Отверженные грешники Почему? Потому что Писание говорит Что если беззаконник Пойдет и покается То он будет иметь жизнь Но если праведник Оступится И упадет То в день Загрешения своего Не может остаться в живых За свою праведность И даже если он был праведный Если он был праведный Пред Богом Всю жизнь Но может наступить момент Когда человек Может быть Имея искушение Имея еще что-то Он спотыкается И падает Этот человек Писание говорит Он не может остаться в живых За свою праведность Он точно так же Нуждается во Христе Поэтому Это очень важно Чтобы Мы каждый день Нуждались во Христе Мы нуждаемся В Его водительстве В Его силе Потому что Мы можем встретиться С чем-то Что мы не сможем Победить И нужна будет Сила Божья И Бог может Эту силу проявить Через нас Но Он может Это сделать Если мы всегда Находимся В тесном Общении с Ним И Бывают моменты В жизни Которые могут Привести К трудным и сложным Ситуациям Даже верующего человека Я прочитаю об этом Это книга чисел 21 глава 4 стих Это то Что посещает Каждого человека Даже верующего человека Не даже А верующего И Мы посмотрим На эту ситуацию К чему она может Приводить И Отсюда будет видно Почему Мы действительно Нуждаемся во Христе От горы Ор Число 21 глава 4 стих От горы Ор Отправились они Путем Черного моря Чтобы миновать Землю и Дома И стал Молодушествовать Народ на пути Я думаю Это знакомо Молодушие Может быть не так часто Мы употребляем Это слово Молодушие Это когда в человеке Мало духа То есть В нем Нету веры В нем нет силы Божьей Человек который В какой-то мере Потерял веру И он И он становится В каком-то смысле Духовно Бессильным Писание Говорит Что И стал Молодушествовать Народ И казалось бы Что Это может быть И не грех На первый взгляд Но Молодушие Это Одно из самых Опасных Состояний Души Одно из самых Опасных В жизни Христианина Потому что Молодушие Ведет К таким вещам Которые Впоследствии Могут стать Серьезной проблемой Между Богом И человеком И одна из этих Проблем О которой пишет Писание Мы читаем Пятый стих И говорил народ Против Бога И против Моисея Зачем вывели Вы нас Из Египта Здесь мы видим Что люди Они начинают Роптать Очень просто Люди Просто ропщут Мы слышали Проповедь Не так давно Что такое Ропот Они может быть Не говорили вслух Есть место Писания В псалмах Которая Описывает Это И написано Что они Как бы Внутри себя Говорили Куда это Их Бог Завел Куда это Их Моисей Завел Они начали Роптать Самое первое Люди Теряют Теряют Веру И Это приводит К ропоту Они Перестают Понимать Бога Ропот происходит Потому что Не имея Общения с Богом Человек Не понимает Божьих путей Он не понимает План Божий Бог ведет Израильский народ И Он говорит Им Что будет Наперед Но люди Не могут Пойти И увидеть Что будет Наперед А веры Не хватает Человек Начинает Сомневаться Человек Начинает Роптать На Бога И Это Создает Серьезную Проблему Человек Быть Быть Неблагодарным Богу Самая Все И Неблагодаря 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 А в сердце Что Бог Бог святой И мы И мы Для него Очень Дорогие Да Благословит Нас Господь Аминь Давайте все вместе Скажем Слава Богу Пень Которое Мы Сейчас Исполним Говорит О Божьей Любви И Сегодня Вся Тема Нашего Служения О Божьей Любви Интересно Что Господь Из Потерянных Из Заблудших Из Врагов Своих Делает Себе Друзей Это Пень Об этом Говорит Как Он Это Делает Через Второе Рождение Через То Что Он Прощает Нас И Иоанн Говорит В третьей Главе В своем Послании Первом Смотрите Какую Любовь Дал Нам Отец Чтобы Нам Называться И Быть Детьми Божьими И Такая Любовь Нашего Отца Нашего Господа Она Влечет Нас Влечет Нас В небеса Пенье Которое Мы Хотим Спеть Манит Сердце Мечтою Высь Небес Голубая Нашей Общей Судьбою Скалом Вер Живая Он Нас С творны Эмой Он Нас С вкус Друзья Эмой Божьänger Наз Зовыв христиане Он Нас С Naomi Эм amplify Нас Господь С Nie Нас Из Пенье Наз З Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Но вот такой вопрос. Кто из вас когда-то ехал на машине, но вы ехали в густом-густом тумане? Скажите, очень трудно ехать в тумане. Иногда тогда, когда этот туман сильно густой, и перед тобой вообще ничего не видно. Я в таком тумане ехал, было очень напряженно, очень непривычно. Тумана – это необычная езда. И ты переживаешь, чтобы с тобой только что не случилось, чтобы кто-то где-то не выбежал, чтобы кто-то дорогу не перешел, чтобы кто-то резко не затормозил. Из-за тумана очень много случается аварий. И вот то, чего ждет водитель, чего мы с вами ждем, когда мы в этом тумане, наверняка на то, чтобы этот туман закончился. Правильно? Чтобы вот в конце где-то мы видим какой-то свет, видим, что все-таки просвет какой-то от этого тумана, он уходит. Мы все с вами этого ждем. Вот есть такое пение, мы его хотим спеть, называется «Давно погасли огни туманных надежд». Знаете, вот есть в нашей жизни некоторые моменты, когда мы с вами находимся в таких ситуациях, да, когда трудно, непонятно. Но мы знаем, что наша надежда на Господа, то, о чем говорил брат Руслан. И тогда, когда есть безвыходность, нет, нам кажется, что безвыходная ситуация, у Бога всегда есть решение всех проблем. Слава Господу за это. 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 Братья и сестры, мы еще споем один гимн. Сегодня тема о том, как Господь ищет овцу. Еще есть 70-й номер. Как овечку пастырь сильный, ты веди меня вперед, пажет, пажите твои обильный голос твой к водам зовет, о Иисус мой, о Иисус мой, за меня ты кровь пролил. Споем. Споем. Иисус мой, о Иисус мой, о Иисус мой, за меня ты кровь пролил. Иисус мой, о Иисус мой, о Иисус мой, за меня ты кровь пролил. О Иисус мой, о Иисус мой, о Иисус мой, за меня ты кровь пролил. Иисус мой, о Иисус мой, за меня ты кровь пролил. Иисус мой, о Иисус мой, за меня ты кровь пролил. Иисус мой, о 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 Иисус мой, Пребежай меня к себе, о Иисус мой, о Иисус мой, Пребежай меня к себе, сделай сердце беспособным, Пребежай меня к себе, о Иисус мой, о Иисус мой, Да могилы будь со мной, о Иисус мой, о Иисус мой, Да могилы будь со мной. Занимайте места, будем слушать третью проповедь. Мир вам, братья и сестры, мы прочитаем перед нашей молитвой Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. Там братья читали две притчи, следующая идет очень длинная, О блудном сыне, и потому братья так решили оставить ее на потом, Будет целое служение об этой притче. А вот по графику оно расположено так, что вот Мне сегодня нужно вот эту притчу читать с вами вместе, Рассуждать и молиться. Это 18 глава с 9 стиха. Евангелие от Луки. «Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, Что они праведны и уничижали других». Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молиться сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, Грабители, обидчики, прелюбодеи, или, как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, Что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, Но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, Сказываю вам, что сей пошел Оправданным в дом свой более, нежели тот, Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, А унижающий себя возвысится». Аминь. В жизни человека очень важна молитва. Очень важна. И потому Господь особое внимание уделяет молитве. И вот эта вот притча, которая сказана о фарисее и мытаре, Которые молились в храме, Она как-то изображает, на то время она изображала и изображает, Иисус хочет изобразить, как бы два вида людей, Которые молятся. Которые молятся Господу. Как бы все человечество, как молится. Это было в то время, и так вот нам знакомо, Вот мытарь, фарисей, как-то понятно. Что же сегодня для нас? Что мы можем почерпнуть сегодня для нас из этой притчи? Молиться это очень важно. Как можно оценить молитву? Вот когда я рассуждал об этом, Я столько себе вопросов задал, А как же я молюсь? А правильно ли я молюсь? Ведь мы так говорим, что молитва это жизнь христианина. Без молитвы это невозможно, ни одного дня. Этим мы живем. Как можно оценить молитву? Вот здесь Иисус сказал вот эту притчу, А вот теперь мы рассуждаем, И как вот можем оценить молитву? По чем можно ее оценить? Если брать вот по внешним критериям таким вот, Я молился долго. Мы можем так сказать. Я молился много. Я молился стоя. Молился на коленях. Имеет ли вот это все значение? Молился в храме. Молился дома. Как вот красиво молился. Вот как оценить вот молитву? По каким критериям? В этой притче звучит вот эта вся тонкость молитвы, с которой мы должны сделать вывод. Кто же может оценить вот молитву? Молитву оценивает тот, кому она произносится. Это оценку каждой нашей молитве любого человека дает сам Бог. Он знает человека, он знает, какая это была молитва. Если вот так вот просто на служениях наших мы, ну, объясняем или спрашиваем людям, что такое молитва, нас спрашивают, и вот мы просто так отвечаем, ну, разговор с Богом. Когда мы начинаем глубже рассуждать об этом, я не совсем согласен, что это разговор с Богом. Разговор это вот, я могу разговаривать с кем-то, с ближним, с моим рядом. Это что-то выше. Это что-то больше. Это не просто разговор. Это обращение. Это обращение к Богу. И очень важно, чтобы это обращение было в правильном состоянии. Вот состояние молящего человека, оно играет и всю молитву. Как вот эта молитва оцениваться будет Богом? Состояние. Господь знает состояние каждой души, каждого человека, что есть внутри, чем человек живет. Вот здесь мы читали с вами вот эту притчу «Фарисей и Матери». И нам Христос рассказывает вот жизнь фарисея. Рассказывает о том, что, ну, фарисей, если так говорить грубо, он сравнивает себя не с ангелами, сравнивает себя, не делает свои молитвы, сравнение с теми, которые, ну, святые. А он сравнивает, ищет каких-то преступников, ищет те, которые ошибаются, падают и начинает сравнивать и говорит, ну, я лучше их. Превозносится. И вот так вот обращается вот с такой речью к Богу. Он не старается изгладить свои шероховатости, свои слабости какие-то, а вот превозносит себя. Что же важно в молитве? Состояние. Какое должно быть состояние? Вот замечали ли вы о своей молитве, что иногда молитва у нас, можно сказать, как бы не получалась складно. Не получалось так вот, чтобы она была, ну, чтобы нам самим понравилась наша молитва. Вот как-то помолился, но вроде бы что-то, что-то не хватает. Это неверное состояние. Бывает вот такое состояние, в котором что-то у нас недоговорено, где-то что-то недоделано. Состояние должно быть правильным, ничего не должно быть скрытого. Вот смотрите, самая такая молитва, которая нам с вами запомнилась, это молитва покаяния. И мы когда видим других, когда каются, молятся, искренне, исповедуют все, мы видим, как эти люди рождаются. Рождаются. Рождаются свыше, они очищаются, они свободны. Почему? Там не было хитрости, не было лукавства, не было ничего скрытого. Но наоборот, что было? Было смирение. Было такое благоговение, сокрушение пред Господом. Вот такое сердце предоставилось Господу. И не важно, какая большая преступность за этим человеком, для Бога, перед Богом очень важно вот это вот смирение. Смирение, если человек действительно раскаивается о грехах своих, исповедует их, хочет от них освободиться, сожалеет обо всем этом, тогда Господь освобождает. Тогда Господь помогает таким людям и дает это. Вы помните, когда Израиль вот молился, приносил жертвы, совершал кисточки, а Господь их не слышал. И Господь отвечает через пророков, почему Он их не слышит. Он говорит, все делайте, все вроде бы правильно, хорошо, но сердце, сердце далеко, состояние. Состояние не то, не принадлежит Богу. На то время, когда Иисус говорил эту притчу, была вот эта проблема. Было вот это вот превознишение. Братья говорили предо мной, что фарисеи унижали мытарей. Ну, это не означает, что это были бедные люди. Это означает, что у них жизнь была не совсем хорошая, гладкая, она была наполнена обманом, грехами, поведением. И это было, как бы, открыто видно. И вот Господь говорит о том, что не должно быть вот этого превозношения. Каждый человек должен представать пред Господом. Здесь идет сравнение, и самое главное, вот это вот вывод, это в конце. В конце, кто пошел более оправданным, кто имел больше пользы в своей молитве. Результат какой? Ведь, когда мы молимся Господу, мы чего-то ожидаем. Когда люди молятся Господу, чего-то ожидаем. Чего? То, что мы просим, то, что мы говорим, мы хотим, чтобы был ответ, чтобы было нам... Мы были услышаны, чтобы нам была помощь. И вот здесь, в этой притче, показано смирение. Смирение человека грешного, такого, который стоял вдали. Так сокрушался пред Господом, что у него было всего несколько слов. Но были очень важные слова. Будь милостив. Не потому, что я что-то сделал, не потому, что я много молился, не потому, что я принес жертвы, не потому, что я даю десятую часть или пощусь. Это все хорошо. Заметим, что здесь Иисус не осуждает фарисея за эти все добрые дела, за эти все служения, которые Он делает. Христос не осуждает за это. И нам должно быть понятно, что это все было правильно, все было это нужно, нелегко это все давалось. Но важно было ко всему этому, чтобы была приложена духовная сторона, состояние души, сердца, мысли, чтобы не было вот этого превозношения. Нам 9 стих, когда мы начинаем читать эту притчу, сразу было сказано, почему Христос эту притчу сказал, почему именно такая история, такой оборот речи. Люди были уверены в себе, думали о себе неправильно, думали о себе возвышенно, давали о себе оценку большую, думали, что они праведны и еще что делали плохо, они уничижали других, они унижали, угнетали других. И вот для таких людей, для вот этой обстановки была сказана вот эта притча, для того, чтобы поправить, для того, чтобы вот гордость, уверенность, такое свое нравие, чтобы это было изменено, чтобы было поправлено в правильную сторону, чтобы было состояние. Для Бога важны не столько слова, сколько наше сердце. Какое оно, каким мы его представляем Господу, как мы приближаемся к Богу. Все вот это, что делал фарисей, это очень хорошо, но важно, чтобы было сердце, чтобы было сердце наполнено таким смирением пред Господом. Потому что Господь знает и мысли, и мы с вами знаем, как бывает препятствие в молитвах, когда наши поступки, дела, что-то не соответствуют. Если мы не просим прощения, если у нас нету должного состояния, то мы теряем, мы теряем очень много. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы с этой притчей могли понять, что Господь поощряет, поощряет вот такое сердце, сердце смиренное, такое духовное состояние, близкое к Господу. Исповедание, покаяние, вот прославление к Господу. Некоторые люди говорят, что, ну, как это, какая разница, что мы в храме поклоняемся или в другом месте. Есть очень большая разница, когда мы с вами готовимся к служению, когда мы приходим в храм, есть разница в нашем духовном состоянии. Вот когда мы едем за рулем, это у нас может быть одна молитва. Нам не нужно одевать галстук, рубашку, пиджак. Мы можем так молиться к Господу. Господь знает нашу обстановку, и Он слышит молитву и отвечает. Но когда мы приходим в храм, это особое состояние. У нас особая молитва, и одежда должна быть особая. Здесь присутствие Божие, здесь место святое, где совершается вот служение, служение, где проповедуется Слово, где грешник, как нигде в другом месте, может найти утешение, поддержку. От Господа может быть услышан, может поддержан быть служителями, те, которые окружают. И это очень важно. Если некоторые люди думают, что одежда, не важно, ведь Господь нас всегда видит, и в рабочей нашей одежде. Да, Господь знает нашу обстановку, когда мы в рабочей одежде молимся, когда мы на больничной койке молимся. Господь все это видит и знает, и оценивает эту обстановку. Но когда у нас есть прекрасное время прийти в храм, помолиться Господу, принести свое смиренное сердце, дух свой пред Господом, прославить Его, а мы пришли как-нибудь и когда-нибудь, или с опозданием, или не пришли, и оделись, это тоже неправильно. Братья и сестры, нигде не написано об этом, но рассуждая так, как мы можем предстать? Ведь, если взять даже самый простой пример, люди навстречу идут, одеваются, и немножко духами мажут себя для того, чтобы выглядеть хорошо, быть правильным. Но при лицо Господа разве можно прийти, как попало? Правильно, что самое первое, дорогое сердце. Но если сердце приготавливается к беседе с Господом, к разговору, к прославлению, к поклонению, да и наружность будет такая же, тоже будет приготовлено. А если сердце не приготавливается, просто приду, послушаю, или еще что-то другое скажу, что слабая проповедь, или пение, не было хора, это все оскверняет человека, удаляет. А Господь, Господь любит нас, Господь видит нас и дает вот эти все советы, притчи о том, что Он ищет, ищет пропавшую, ищет до того, чтобы ее найти, никогда не теряет надежду. И дает нам уверенность в молитве, что Господь молитвы наши слышит. Я говорю сегодня слово, и всегда, когда говорят о молитве, мне кажется, что церковь начинает смущаться, и потом вроде как бы боятся своих молитв, молиться. Нету цели в Евангелии, в моей проповеди сегодня, чтобы как-то смутить вас молиться, чтобы какие у вас слова есть на сердце, на душе, всегда их нужно говорить Господу, говорить громко, говорить тихо. Кто как может, но нужно обращаться к Господу. Господь любит нас, Он ждет от нас, чтобы мы, дети Его, пришли и разговаривали с Ним, чтобы мы обращались к Нему, говорили о своих нуждах, о своих проблемах, где что нас болит, где что неправильно, чтобы мы себя приготовили к Его пришествию. Он будет рад нам помочь и слышать такие молитвы. Пусть Господь благословит нас, вдохновит нас на том, чтобы у нас всегда была молитва, была в смирении искренная молитва, чтобы мы всегда молились, были молитвенниками, потому что в молитве это наша сила, это наша победа. Когда мы молимся, дьявол к нам не может подойти, он не может нам ничего сделать, потому что у нас стоит охрана. Об Иове что сказано? Что он постился, молился, приносил за своих детей, за всю семью, и дьявол засвидетельствовал, говорит, там стоит охрана, охрана, ограда стоит, я туда не могу приблизиться, ты же его поставил. За счет чего, почему Господь оградил его? Да потому что он обращался к нему, потому что он молился, он переживал, он заботился о сироте, о вдове, он делал все вот эти милостыни и молился, приносил свое смиренное сердце Господу. Пусть Господь благословит нас, вдохновит нас к молитве в нашей духовной жизни, чтобы мы никогда не унывали, но всегда были готовы и всегда молились, прославляли Господа, благодарили друг за друга, за церковь, за служителей. Слава Господу за все, аминь. Давайте помолимся. Господь, наш звонок, если свидетельствует, как господь, как нас сердце, работа вина, ставь, что следует, я бы, что вот и все ведет, как было, было, что было, что Аминь. 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 И Твоё величие, Твою святость, сознавая то, что Ты любишь нас и желаешь нас взять к себе, сознавая то, что Ты совершил ради нас спасение на Голговском кресте, мы очень благодарны Тебе, Господи, за всё это, за все услышанные молитвы, за то, что Ты слышал нас, когда мы покаялись Тебе. А теперь мы на пути, и Ты хочешь, чтобы наша молитвенная жизнь, она была верной, правильной пред Тобою, чтобы мы не были похожи на книжников, на фарисеев, чтобы наше сердце никогда не превозносилось, но чтобы всегда было в таком состоянии, чтобы это общение состоялось, чтобы мы умилялись сердцем, чтобы Дух Твой Святой посещал, укреплял нас и давал нам и мудрость, и силы дальше жить, и исполнять Слово Твое, волю Твою, чтобы мы ожидали Тебя с готовыми сердцами. Благослови нашу церковь, Господи, чтобы эта церковь наша была молитвенной церковью, чтобы мы молились друг за друга, за служителей наших, за детей наших, за внуков, чтобы охрана Твоя была над нашей церковью, Господи, чтобы враг никого не похитил, никого не увлек. И день Твоего пришествия, чтобы никого не застал, не готовым, но чтобы все были готовы. Услышь и благослови, веди нашу церковь и дальше Твоим путем. За Твои милости, за любовь, за все благодарим Тебя, славим, поклоняемся. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, давайте прославим вместе пение о молитвах. 812 номер. Вставшись, поем молитву. Вместе каждый уста выразит эту молитву пред Господом. О молитва, о молитва. ПЕСНЯ Жизнь Богом ты дала. Супна живитель, среди битвы, Окидала пределька. Тёмной ночью я не спал, На коленях свистаю, И душаюсь Богом. Говори, ты услышь меня, мой Бог, Среди жизни ты кривой, Помоги, я выбью свои силы. Слава Богу чуят ветер, Месяц с неба летами, И на душе, Бог на свете, В этой печенье летами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он может молиться за миссионеров И что нам сегодня Господь говорил Он много приготовил нам духовной пищи Мы должны остаться благодарными Господу Он так позаботился сегодня, в сей вечер И сказал нам очень много Духовного хлеба дал нам очень много Господь положил на сердце братьям говорить нам сегодня И в Марка записано 2 глава 17 стих 2 часть Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию Может есть нужды в зале Кто-то хочет сказать О какой-то нужде молиться Будем молиться, братья и сестры Господь наш и Бог Мы благодарим Тебя Что Ты был с нами в этом дне Ты позаботился, чтобы мы приехали на сие место Ты даровал нам эту встречу, Господи Ты готовил эту духовную пищу Как хорошо и как приятно быть братьям вместе У ног Твоих В этой воскресной школе Где Ты даешь нам уроки Даешь нам задания Исправляешь нас Обличаешь К вечной жизни ведешь Господи Слава Тебе За благословенные минуты Перед Твоим лицом Благодарим за молитву Она всегда звучит И утром, и вечером, и сегодня Еще раз Ты дал нам Это время молитвы Благослови, Господь, нужды церкви Всех плачущих, скорбящих В это время, которые потеряли своих близких О каждой душе Ты знаешь, о каждом сердце Утешай, Господь, Твоим утешением Благослови служение, которое будет в субботу Благослови народ, который придет Пути их сохрани И все приготовь Программу Благослови, Господь Благослови сестру Аню после операции Благослови миссионеров, которые трудятся на Ниве Твоей Помоги, Господь, нам всем быть миссионерами Всем нести Твой свет Если уста не говорят Быть этим светом для окружающих Пошли Твоя благодать на каждое сердце На каждого члена церкви На каждую душу Храни нас при расходе По Твоим покровам и защитой Храни Благослови путь по домам Да будет единому Богу слава Отцу Сыну и Святому Духу Аминь С миром Божиим